Здравствуйте! Я Юрита, художник из Лондона. Мои рельефные картины по достоинству оценены специалистами. Сзади меня сейчас вы видите рельефную картину «Скорпион», которая отобрана и выставлена во Франции в арт-галерее в постоянной экспозиции с этого года. Раствор, с помощью которого я буду переносить работу на холст. За основу я использую готовую модельную пасту итальянского производителя, добавляю мои ингредиенты, делаю замес, и у меня получается вот такая вот прекрасная смесь, которая отлично, идеально работает в этой технике для рельефных картин. Почему это важно? Потому что я пишу картину на холсте, а холст подвержен влажности, температуре, он может гнуться, выгибаться. Это не стена, это не твёрдая поверхность, где вы можете сухой штукатуркой сделать барельеф, и он у вас будет стоять. Здесь очень аккуратно надо соблюдать технологии, знать свойства материала. Холст гнётся, видите? Соответственно, картина, видите? И картина будет гнуться с ним. Поэтому, если вы хотите сделать картину долговечной, вам надо следовать технологиям, иначе это будет работа на один раз. Сейчас я вам покажу, как делать не надо. На картине у нас будут выпуклые элементы. Это значит, более толстый слой рельефной пасты, который больше требует времени на высыхание, чем вот такие тоненькие слои. Но много у кого нету терпения, хотят быстро. Я не рекомендую, конечно, но я вам сейчас покажу, как делать не надо. Берём слой рельефной пасты. Вот, чтобы было наглядней, я вам покажу вот тоненький слой и вот толстый слой. В чём разница? Берёте фен, обыкновенный фен, и начинайте сушить. Видите? У нас уже не видно воду. Вот здесь чуть-чуть, видите, светится воды? Видите? Вот с этой стороны вода ещё есть. Сейчас я продолжу сушку феном, уберу эту воду, и у нас раствор, вот этот, вверх будет белый, то есть высохший. так, видите? наш раствор по верху сухой можно брать и уже покрывать его краской да казалось бы а вот теперь смотрите в чем подвох тонкий слой вообще практически даже горячий холст горячий прошло минуты наверное две поработала фоном феном тонкий слой видите вот ковырится но тяжело но все видите видите а вот теперь смотрите толстый слой вверх у нас засох и посмотрите он просто отрывается видите а внутри правильно а внутри у нас мокрая не засохшая влажная смесь соответственно работа на смарку видите клочья видите имейте ввиду когда он будет предлагать работу выполненную за час то вы получите вот это так делать не надо у нас рельефная смесь и у нас холст он гнется видите и наша смесь должна эластично гнуться с холстом поэтому она должна выдержать процесс естественного высыхания когда вы феном высушиваете вверх вы закрываете выход воде а вода все равно должна высохнуть по всем законам физики она высохнет внутри но она она разорвет верхнюю оболочку спасибо за внимание встречаемся на следующем курсе пока 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 и не забудем даже божественный кофе без которого художник не может никак пока 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 пока